Привет всем! Сегодняшнее видео будет не специфичным для моего канала, то есть не на тему Фаберлик. Кто-то из нас, кто сейчас смотрит это видео, работает в компании Фаберлик и отдает этому большую часть своего времени, иногда личного времени. И нам тяжело вот в таком вот цепноте почувствовать себя женщиной. Да и просто даже если кто-то сейчас смотрит это видео и не занимается, не работает в компании Фаберлик, а работает в какой-то другой организации, это видео тоже будет интересным. Потому что каждый из нас женщина и уметь быть женщиной это скорее всего такое вот большое, не скорее всего, а это очень большое дело и этому нужно учиться. У кого-то это получается с рождения, кто-то приходит к этому через какое-то время в течение своей жизни, а кому-то нужно учиться на протяжении всей жизни, как научиться быть женщиной. Мы привыкли готовить, стирать и думаем, что заключается вот эта формулировка быть женщиной в готовке, стирке, уборке, ну возможно там какие-то тряпочки на себя надеть. Но это далеко не все. Почему я решила разместить ролик на данную тему на вот этом своем канале? Потому что у меня там все-таки маленькая аудитория, здесь аудитория больше и хотелось эту информацию донести до большего количества девушек и женщин. И к тому же мне пока нет времени заниматься развитием этого канала, я хочу все-таки доработать вот этот вот, привести в порядок этот канал и потом уже заняться своим вторым. Эта информация, я считаю, она полезна каждой женщине, каждой девушке. Я уже как-то говорила о том, что я люблю проходить различные тренинги. Будь это тренинги личностного роста, будь это тренинги на развитие себя как женщины, будь это какие-то профессиональные тренинги. То есть я очень люблю проходить тренинги разнообразные в разных сферах. Потому что именно тренинги, они дают возможность раскрыть какие-то свои закрытые части души, понять, кто ты есть на самом деле, понять свое предназначение в этой жизни. Как-то раскрыть себя, найти какие-то черты характера и вытащить из себя, из своей души, из своей внутренней сущности, какие-то черты, которые тебе должны помочь в жизни и которые тебе помогают в жизни. И я как-то была на тренинге Годесского, он приезжал к нам с Саратов и проводил тренинг. Тематику я, к сожалению, не помню. Тематику я вам не могу сказать. Тренинга не помню. И там давались какие-то практические упражнения, в результате которых я познакомилась с одной девушкой. Она мне дала ссылку на сайт женщины. Девушкой женщины, ее зовут Ольга Валяева, которая проводит различные тренинги на тему женской психологии, как научиться стать женщиной. И у нее есть свой сайт. И она мне дала эту ссылку на сайт. И потом я как-то листочек куда-то делала. Прошло, наверное, больше полугода. И я не могла найти, куда же я запихала тот листочек, где я написала, как называется Ольга Валяева, да, кто она такая. И искала долго, не могла найти. И как-то я недавно разбирала вещи. Еще вот почему нужно разбирать вещи. Потому что вы можете наткнуться на какие-то штучки, которые вы потеряли, да, и которые давно не можете найти. И я наткнулась на листочек как раз этого тренинга, где мне вот эта вот девушка написала об Ольге Валяевой. Это сайт Ольги Валяевой. И я зашла, мне очень там понравилась информация, мне очень понравилась подача информации. Мне понравилось, что там очень много статей, видеороликов на женские темы и выложены в таком свободном доступе. То есть она проводит не только платные тренинги, не только платные вебинары, выездные какие-то тренинги, но и также большое количество материала выкладывает на свой сайт. Это в бесплатном доступе, можно почитать очень-очень много интересного. Я ссылочку на ее сайт оставлю внизу. Тренеров вообще женских очень много. И сейчас очень много можно всякой информации найти в интернете на тему, как стать женщиной, как найти свое предназначение, что значит быть женщиной. То есть есть разные сайты с тематикой, с тематикой такой направленности. Но у всех подача разная. И мне очень понравилась именно подача Ольги Валяевой, потому что она не, знаете, как вот не учитель. Вот смотришь на него и думаешь, это для тебя какой-то такой вот идеал, которому хочется не то чтобы поклоняться, а хочется делать так, как он делает. Она в своих видеороликах говорит, что она еще только на пути своего становления, на пути своего развития. И она не стесняется и не боится говорить о том, что у нее так же есть, как и у многих других у вас, у девушек, такие же минусы. И я над ними постоянно работаю. То есть это не тот идеал, за которым ты идешь и следуешь, а вместе с которым ты учишься. То есть мне понравилась и подача, и ее манера речи, и ее манера разговора, и то, в какой форме она все это подает. Потому что она подает это очень простой, такой удобоваримый для понимания информации. То есть мне очень понравилось, как она все это излагает, всю эту тему. И поэтому, собственно, я очутилась на ее канале и надолго задержалась. К чему я вела всю эту речь, подводила вас? Когда я наткнулась в тот момент на ее канал, я увидела, что там проходит марафон, женский марафон, который будет длиться в течение двух месяцев. И я захотела поучаствовать в этом марафоне. И этот марафон на что направлен? Необходимо было написать 100 каких-то своих целей, выбрать 5 целей главных, и в течение двух месяцев прорабатывать эти цели, работать над ними. И ставить нужно было цели, преимущества такие женские. То есть не так, чтобы достичь там чего-то, заработать миллион, хотя это и можно было такие цели установить, а именно проработать какие-то свои женские качества. И на тот момент был первый поток марафона, и длился он уже 33 дня. Я хотела подключиться к нему, но потом я стала тщательно ее сайт просматривать, и увидела, что, оказывается, будет набираться второй поток. И необходимо было зарегистрироваться на сайте, для того, чтобы получить информацию, когда набирался второй поток. Сразу хочу сказать, что данный марафон, он не бесплатный. Есть такое понятие, что когда мы что-то получаем бесплатно, мы это не ценим. И стоимость второго марафона стоит 2000 рублей. То есть не 2000, 1500 рублей. То есть это не бесплатно. И, как я уже сказала, если мы что-то получаем бесплатно, мы это не ценим. И если, допустим, я бы вступила в марафон, например, участвовать бесплатно, я, скорее всего, на полпути бы закончила. Но когда есть знание того, что ты заплатил за это деньги, есть понимание того, что ты хочешь от этого марафона, то, естественно, конечно, ты не брось его на полпути и будешь продолжать его до конца. И сейчас, в данный момент, идет регистрация во второй поток, во второй поток марафона женственности. Есть всего лишь три дня для того, чтобы зарегистрироваться в этом марафоне и оплатить свое участие в нем. Я уже зарегистрировалась, я вчера это сделала. То есть я написала 100 целей, которые у меня есть. Я выделила 5 целей, по которым я хочу работать. И, кстати, я выделила эти 5 целей, написала еще тогда, когда я увидела, что идет первый поток марафона. И я захотела участвовать, я сразу написала те цели, которые, думаю, ладно, пусть они уже участвуют в этом первом потоке. Я присоединюсь, правда, там не на первой стадии я присоединюсь, да, они уже там прошли 33 дня, пусть я с 34-го начну. Но я буду для себя эти цели прорабатывать вместе с девчонками. Но потом я уже, как сказала, я обнаружила информацию о том, что будет еще второй марафон, второй поток марафона. Я присоединилась к второму потоку. Сейчас идет как раз регистрация на этот марафон, то есть в течение трех дней. Это был вчерашний день, это был сегодняшний день. Я обязательно сегодня обработаю видео и выложу в интернет. И это будет завтрашний день. У вас будет возможность зарегистрироваться и поучаствовать в этом женском марафоне. Ну, я не знаю, насколько вам понятно, как я объяснила, в чем суть марафона. То есть все девчонки, которые захотят в нем поучаствовать, они должны написать 100 целей, которые не хотят. Инструкция к написанию целей есть, я вам ссылочки все оставлю, вы можете прочитать. Напишите 100 целей, потом выделите 5 из них, с которыми вы хотите поработать в течение трех месяцев. Потом эти цели вы выделяете, оплачиваете свой взнос, эти полторы тысячи рублей. И потом с 15 октября стартует вот этот женский марафон. Каждые два дня будут даваться разнообразные задания. И вот мне это очень понравилось. Мне очень нравится, когда даются какие-то задания. Потому что иногда мы живем своей обычной жизнью, как у нас день сурка называется. Мы встаем с утра, мы и собираемся, мы идем на работу, мы приходим, мы готовим кушать. Потом мы ужинаем, ложимся спать. То есть, как правило, у среднестатистического человека весь его день длится как однообразное такое что-то. Однообразного рода они делают какие-то определенные действия. И вот эти вот задания, они внесут какую-то изюминку в нашу жизнь. То есть, каждые два дня вы будете получать задания разного характера. Вы можете посмотреть на сайте, какие задания давались в первом марафоне. И задания, на самом деле, очень интересные. Как раз они направлены на проработку вашей женственности. На то, чтобы раскрыть вас, вашу женственность. И марафон будет длиться три месяца. Но это еще не все. Помимо того, что вы проработаете какие-то свои женские качества, да, откроете, возможно, для себя какие-то новые черты характера. Возможно, ваше как-то внутреннее состояние поменяется. Плюс еще ко всему, таким вот приятным бонусом является то, что каждый, кто пройдет до конца, каждый, кто ежедневно будет выкладывать свои отчеты, будет участвовать в розыгрыше трех айфонов. И получит один из курсов на выбор Ольги и Алексея Валяевых. Поэтому, девчонки, кто хотите, обязательно присоединяйтесь. Мы будем с вами вместе общаться. Будем вместе с вами как-то обмениваться опытом. И почему я решила все-таки выложить это видео. Почему я решила выложить это видео, именно на этом канале я уже объяснила. А почему я в общем захотела выложить это видео такого рода. Потому что я никогда не выкладываю. Все мои предыдущие ролики, они были связаны с косметикой Фоберлик, с какими-то обзорами, с какими-то ответами на ваши вопросы. Почему именно я решила поговорить о нашем женском. Во-первых, я хочу поделиться с вами ссылкой на вот этот сайт Ольги Валяевой. Потому что вы много для себя интересной информации найдете. Потому что большинство подписчиков это все-таки девушки, женщины. И очень-очень большое количество полезной информации вы обнаружите на этом сайте. Во-вторых, я оставлю внизу ссылочку на сайт, который способствует лучшему изучению английского языка. Одной из моих целей является как раз изучение английского языка. Поэтому я вам обязательно дам ссылочку на тот сайт, с которым я учу вместе английский язык. Потому что вместе с этим сайтом учить английский язык очень интересно. Там можно учить и на примере текстов, каких-то и песен. И тренингуются слова. Есть там и платные курсы, есть и бесплатные курсы. Но тоже, девчонки, подключайтесь. Потому что на самом деле сайт интересный. Я давно хотела найти что-то такое, с чем бы я могла учить английский язык. Потому что книги это одно, словари это другое, какие-то сайты это третье. А там на самом деле очень интересно. Я знаю, что по этому сайту очень многие учат английский язык. Ну, возможно, там есть возможности другие языки изучать. Но я принялась за английский, потому что я давно хотела знать английский. И ещё такой моментик, почему я с вами решила бы поделиться. Потому что говорят, что если с кем-то ты делишься какой-то информацией, да, если ты что-то для себя, какую-то цель или задачу выбрал и решил поделиться с кем-то это другим, то у тебя процесс намного будет идти лучше, и ты не остановишься на полпути. Если кого-то ты поставишь в известность, если ты кому-то скажешь, например, какому-то из своих родственников или коллеге, я, допустим, куплю машину через 3 месяца, или я заработаю на машину через 3 месяца, или я начну заниматься спортом, например, завтрашнего дня. Если ты кого-то об этом поставишь в известность, то уже будет как-то неудобно, да, ну, 5 часа назад неудобно будет спустить это всё на тормоза и оставить, и на полпути остановиться. Я это и для этого размещаю здесь. Возможно, мы с вами, с кем-то из вас будем вместе проходить этот марафон, возможно, мы будем отслеживать друг друг результаты, потому что это очень интересно, смотреть, как другие девчонки развиваются, смотреть на то, как у других происходят озарения какие-то. Это очень интересно на самом деле, поэтому, девчонок, не раздумывайте, не пожалейте полторы тысячи рублей, потому что тренинг будет длиться на протяжении 3 месяцев. Вы за 3 месяца заплатите всего лишь полторы тысячи. Это 500 рублей в день, это вообще ни с чем не сравнимый опыт. Все тренинги, которые я проходила, это ни с чем не сравнимый опыт. Это вот, знаете, вот как живёшь, например, в какой-то скукотище, живёшь вот в каком-то, хотя я не могу назвать свою работу скучной, я каждый день делаю что-то разное, мне каждый день не похож на предыдущий день. Но это настолько вот полезно для каждой девушки, это настолько открывает твои какие-то внутренние резервы, внутренние твои возможности. Ссылочки я вам обязательно оставлю все внизу, вы посмотрите, ознакомитесь с ними и увидите, насколько потрясающая такая возможность именно вот неочно проходить, не куда-то каждый день ходить и проходить этот тренинг, а работать над собой ежедневно и заочно, стационарно в течение 3 месяцев. Спасибо, девчонки, большое за просмотр, обязательно поставьте лайки для того, чтобы все те, кто наткнутся на это видео, по вашим лайкам посмотрят, смогли тоже присоединиться к этому марафону. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!